Как влиять на людей изящно? Как соблазнять эффективно? Как понять себя? Как найти свой талант? Обо всем этом поговорим в этом видео. Приветствую! Меня зовут Павел Кольц. Я тренер, колледж, психолог. Я уже более 20 лет. Я помогаю людям понять себя, научиться влиять на других людей эффективно, соблазнять здорово и реализовывать свои таланты. Я автор четырех книг бестселлеров практической психологии. За плечами свыше 20 лет опыта в помощи людям. Я отлично помогаю, что происходит в голове у людей, что необходимо сделать, чтобы влиять эффективно, соблазнять эффективно, чтобы понять себя, чтобы найти свой талант, чтобы успешно его реализовывать в своей жизни. Если вас интересует тема, как на самом деле влиять на людей изящно, как соблазнять эффективно, я приглашаю вас на мой семидневный онлайн-марафон «Люди на ладони», на котором мы как раз будем работать со всеми этими темами. Ссылочка для того, чтобы зарегистрироваться на марафон, находится ниже под этим видео. Так вот, что необходимо, чтобы уметь влиять на людей красиво, изящно, эффективно, здорово, высокоэффективно и так далее. Необходимо понимать, что находится у других людей в голове. Или другим словами, какие есть рычаги воздействия, через что мы можем влиять на людей эффективно. Как соблазнять эффективно? То же самое. Чтобы можно было эффективно соблазнять, необходимо понимать, а какой рычаг можно использовать для того, чтобы добиться нужного поведения. Как понять себя? Нужно понять, а какие у вас есть рычаги для использования на окружающий мир, которые являются личной вашей суперсилой. Такая суперсилы есть абсолютно у каждого человека. Нужно просто ее найти. Как найти свой талант? То же самое. Поиск свой талант свой в том, что вы находите свой рычаг, который помогает ее приподнять, то, что другим способом вообще никак не поднималось. А что же это за рычаги? В продажах это называют всякими породующими триггами. На мой взгляд, это полная фигня. Оно работает не так хорошо. Гораздо эффективнее на человека, как вот эти рычаги. И работают его ценности, работают его невротические гармонизирующие потребности, работают его жизненные стратегии. Это есть, собственно, жизненные стратегии, ценности, невротические потребности. На самом деле, не так много. Всего там 12 штук, в зависимости от того, какой человек психотип. Если вы не знаете вот этого рычага, если вы не знаете, как управлять механизмом, вы механизм управлять не можете. Например, какой-нибудь дикарь из племени Тумба-Ёмба, который всю жизнь бегал с копьем за тигром и за антилопой. Если его подвести к автомобилю, он автомобиль ни разу не увидит. Для него это будет какая-то просто груза непонятных вещей. Он даже не поймет, что это автомобиль. Тем более, он не поймет, что как можно этим управлять. Если вы там родились в современной цивилизации, может быть, сами за рулем не сидели, но вы наблюдали, как другие ездили, вы понимаете, что там есть педали, там есть руль, поворотники, там рычаг коробки передач. Примерно хоть какое-то понимание, как управлять машиной вы имеете. Например, если вы не учились управлять вертолетом и посадить вас в кабинный вертолет, вы взлететь не сможете вообще. Потому что вообще этот вертолет, если я правильно помню, учатся управлять примерно 6 месяцев минимально, чтобы научиться все эти рычаги дергать, чтобы поднимать нужную скорость, потому что там куча всяких разных приборов. То же самое самолетом. Чтобы управлять механизмом, необходимо понимать рычаг, через который на этот механизм можно воздействовать. Не обязательно погружаться в глубину и понять, как работает кальператор, как работает двигатель внутреннего сгорания, как работать на системе. Это не имеет никакого значения. Важно понимать, как работает рычаг, механизм, через который мы можем влиять На эту машину На автомобиль, на вертолет На психику человека и так далее Чем лучше вы понимаете такие рычаги У автомобиля рычаг это Рычаг коробки передач Рычаг под названием руль Рычаг поворотники, рычаг фары Рычаг педали газ, торма, сцепления Тем лучше вы можете управлять автомобилем Если вы эти рычаги не понимаете То же самое касается людей Если вы понимаете какой рычаг Можно использовать для влияния На человека, чтобы добиться от него нужного поведения вы легко получаете нужный результат. Если у вас такого рычага нет, то вам приходится бегать вокруг и заговорить, блин, почему такие люди дебилы, почему они не понимают очевидных вещей, почему они делают то, что мне нужно, там, не бежать на них, ругаться, орать, подкупать, давать взятки, хвалить, целовать в дёст или что-нибудь такое. В общем, то, что вам, скорее всего, не очень нравится делать. А причина в чём? Причина в том, что вы не знаете, какие рычаги есть, которые могут появлять на человека, которые могут побудить человека, ну, заставить или побудить сделать то, что вы от него хотите. Я вам сейчас одну мысль, чтобы вы поняли, как работает рычаг, я вам сейчас вот эту мысль донесу через 12 разных рычагов, через 12 разных психотипов, ценностей 12 разных психотипов. Итак, почему полезно владеть вот этой системой рычагов, понимать, через что и как можно влиять на людей, через какие рычаги. Если говорить для аутиста. Почему полезно владеть системой психотипов, потому что тогда всё будет под контролем. Вы сможете контролировать абсолютно всех людей, с которыми вы общаетесь. И это классно. Для психопатичных знание психотипов даёт власть, огромную власть. Вы сможете контролировать, управлять поведением друг людей, не только там вот, я сейчас тебе, через страх, а это гораздо более тонкая власть. Власть, потому что власть, основанная на страхе, она всегда вызывает сопротивление. Всегда будет тот, кто будет пытаться вас побить и показать, что вы не такой крутой, что гораздо сильнее вас. Власть, основанная на знании внутренних рычагов, даёт такую власть, от которой невозможно защититься. Это самая сильная, самая мощная власть, которая только доступна в этом мире. Для истероидов. Что даёт знание психотипов? Знание психотипов даёт понимание того, как добиться нужных вам ресурсов, нужного вам внимания. Потому что когда вы понимаете, что на этого человека нужно говорить вот такими словами, на этого вот такими словами, этот начинает дарить подарки, этот начинает дарить комплименты, этот начинает давать секс, этот начинает дарить бриллианты, он начинает возить в Дубай. Это классно. Для эпилептоидов. Что даёт понимание психотипов? понимание психотипов дает возможность сохранять свою душу в спокойствии не дергаться вот на то огромное количество боли которые в окружающем мире понять что все люди разные что всех цепляет разные и можно позволить себе жить в мире и в том же время на перестать иметь другим людям большое количество претензий потому что у пилиптоидов очень тонкая душевная натура что этого не очень эмпатично очень быстро включая других людей и зачитает у них большое количество претензий что они очень тонко чувствую зачастую много эмоций окружающих и от этого им самим не очень хорошо когда эпилептоид понимаешь что собственно они ну другие люди чувствуются процесс другим поводом и по поводу им это помогает быть более спокойным это помогает сохранять в душе мир аргомония и гармония позволяет снижать количество претензий людям снижать количество обид а эпилептоиды самые обижающие существа обиды как вы знаете они ведут к сожалению к онкологии и чем больше вы понимаете других людей тем меньше у вас обид тем больше во здоровье тем больше а у вас собственно удовольствие радости от своей жизни для компульсив компульсивного психотипа чем хорошо знание системы психотипов применение в своей жизни тем что в любой ситуации можно действовать правильно подбирать правильные слова для правильных людей в правильное время с правильной интонацией для достижения правильного результата для маниакального психотипа чем хорошо знание системы психотипов тем что для тебя люди становятся прозрачными ты понимаешь как ими можно управлять какого человека на какую должность можно ставить как на какого человека можно влиять для того чтобы могли свои идеи реализовывать наилучшим для вас образом и подбирать людей к себе в команду как как инструмент который наилучшим образом будет соответствовать вашим целям достижения вашего результата если у вас нет понимания психотипа вам приходится опираться на интуицию вот это может быть подойдет а это может быть нет да вы знаете тема психотипы четко понимать так вот этого товарищ мы поставим на административную то что там справится вот эту поставим на продажу с продажами справиться а наоборот их ставить вообще никак нельзя почему что не по психотипу не подходит что кто хорош администрирован как правильно отвратительных продажах то хорош продаж как правило трать отвратительного администрироваться взаимосключаясь и психотипа и а если вы маниакально психотип если вы понимаете эти штуки можете играть людьми как в пятнашке вот переставляя людей внутри своей компании среди своей организации на Это те должности, на которых, во-первых, человек для вас принесет максимальную пользу, во-вторых, где он будет максимально реализован для себя. И получают взаимные выгоды. У вас, как у руководителя организации, человек работает на своем месте, приносит максимальную пользу, и за счет этого вы генерируете максимальную прибыль, а человек на своем месте получает удовольствие от своей работы. А когда человек кайфует своей работой, ему, собственно, зачастую не нужно так много денег, потому что если человек это тошнит отойти в работу, он обычно пытается компенсировать деньгами. А если человек кайфует от своей работы, зачастую это можно наработать за более среднюю зарплату. Для нарциссичного психотипа, чем важно понимание системы психотипов? Когда вы понимаете систему психотипов, вы понимаете, каких людей можно к себе привлекать, что они будут вас поддерживать, что они будут вас помогать, что они будут говорить вам комплименты, что они будут наталкивать вас на классный день. А каких людей лучше убрать из своего окружения? Какие психотипы вообще удалить, чтобы они с вами вообще не общались? Потому что, к сожалению, не со всеми психотипами возможно продуктивное общение. Некоторых лучше убрать, чтобы они никогда не были в вашем окружении, потому что они будут действовать на вас деструктивно. Плюс, если вы нарциссичного психотипа, если вы HR, когда вы понимаете систему психотипов, вы точно так же, как маниакальный, можете очень четко понимать, вот этот человек, вот на эту должность, вот такого психотипа подойдет ли, подойдет ли, собственно, вот эту вот круглую заготовку вот в эту треугольную рамочку, или вообще никак не бьется. Потому что знание системы психотипов дает огромное преимущество именно в плане подбора персонала. У меня одна из моих клиенток взяла систему психотипов, у нее был там маленький бизнес, примерно на 25 человек. Она составила, разобралась, кто является какого психотипа, и составила систему мотивации именно под этот психотип, под этого конкретного человека. Какой результат? Рост объема продаж в три раза за год. Она больше не сделала ничего. Она просто разобралась, какие люди у них работают. У нее, ну, собственно, те, которые стояли не на своих должностях, там, где они не смогут реализоваться хорошо, она, собственно, их, ну, либо переставила, либо, собственно, уволила. Каждый человек в соответствии с психотипом поставил на правильное место, дала правильную мотивацию, брошь в продаж в три раза за год. Просто за счет грамотного понимания психологии. Кстати, да, для аутичных и психопатичных понимание системы психотипов помогает резко увеличить свои доходы, когда вы понимаете, как можно, собственно, с людей сжимать максимальное количество денег. Но это для психопатичных, аутичных это обычно очень сильно интересует. Для нарциссичных людей на нарциссичном психотипе очень много в HR, я для HR сказал. Во-вторых, очень много в маркетинге. Если вы работаете в маркетинге, то понимать систему психотипов, вы понимаете, а в какому психотипу можно предложить этот продукт. Для какого психотипа вот этот именно тренинг, этот товар, эта группа, эта услуга зайдет более всего. Исходя из этого, сможете составить такую рекламную кампанию, которая будет бить прямо в десятку. Почему? Потому что будет как раз напрямую связывать потребность человека, его осознаваемые, неосознаваемые, невротические и гармонизирующие. А с вашим продуктом, с вашей услугой человеку будет предельно понятно, что именно сюда нужно идти, именно сюда нужно за все деньги, именно здесь ему смогут принести максимальную пользу. Так что если вы работаете в маркетинге, понимание системы психотипов очень сильно облегчает маркетинг, очень сильно облегчает понимание, на кого вы вообще работаете, в кого вы целитесь, каким людям, что вы хотите предложить. И, собственно, когда вы хорошо это разбираетесь, можно резко увеличить свои доходы. Для депрессионного психотипа. Чем хорошо понимание системы психотипов? Когда вы понимаете системы психотипов, вы можете выстроить сообщение так, что вы будете хорошим для большинства людей, что вас не будут считать каким-то плохим, мерзким, виноватым, нехорошим, отвратительным и так далее. Потому что вы сможете выстраивать общение так, чтобы, собственно, хранять душевный комфорт, чтобы сохранять ощущение, что я хороший, я молодец, у меня все хорошо. Для параноидального. Чем хорошо знание системы психотипов? Тем, что вы великолепно понимаете людей, зачастую еще до того, как с ним начинаете общаться, просто потому что вы посмотрели, как он выглядит, во что он одет, как он разговаривает, как он кушает. И на основании этого вы опять же можете понимать, как на него влиять, как им управлять, стоит ли с ним вообще вступать во взаимоотношения, ну его товарищ нафиг, никаких договоров с ним заключать не надо. Потому что знание психотипов дает самое главное – безопасность. Безопасность взаимоотношений с человеком. Потому что если вы понимаете, что человек для вас заранее опасный, как психопатичный, либо с ним вообще не вступать ни в какое взаимоотношение, выстроить какую-то очень мощную систему сдержек, противовесов, потому что вы знаете, что он кинет, он собака придаст. И это не вопрос, есть ли вопрос, когда? Нужно заранее побеспокоиться, Нужно заранее предусмотреть Если у вас нет системы маркеров По которой вы можете определить людей К разным психотипам, в том числе к психопатичному Когда человек вас предает, оказывается Как-то очень неприятным Это очень сильно бьет по безопасности А когда вы знаете систему психотипов Знаете их сильно слабую сторону Знаете, как они ведут себя в конфликтах Вы можете защититься от того дерьма Который люди очень часто в жизни творят Осознанно, неосознанно, не суть И, собственно, поддерживать уровень своей безопасности За счет этого в том числе увеличивать количество денег Которого вы зарабатываете Для шизоидного Чем хорошо знание психотипов? Тем, что люди становятся очень интересными Букашками, которые очень интересно исследовать Которых очень интересно тыкать палочкой Посмотреть, как они будут дергаться И понимать, что это на самом деле круто Что ты понимаешь людей Даже с ними формально Будучи не очень много знаком Но понимаешь, что на самом деле у них происходит в голове То можешь ощущать себя гораздо более крутым, чем они Потому что они абсолютно биороботы Они абсолютно правы, а не то, что я Который на уровне Бога Который, собственно, понимает Считывать этих людей Может генерировать абсолютно гениальные идеи Потому что для шизоидов Как раз эта штука позволяет Помогать поддерживать ощущения Своей самооценки Помогает отсчитывать других людей Помогает генерировать Собственно, классные идеи Для фуруактивных Фрустрирующих Чем хорошо знание системы психотипов? Конечно же Самопроявление Когда вы понимаете психотип человека Можете помочь ему проявиться максимально Так, что человек, исходя из своего психотипа Мог максимально заявить От себя Мог максимально проявить себя И так, чтобы это было максимально ярко Максимально заметно Максимально запускало Самое большое количество процессов Если вы этого не понимаете Если вы не понимаете Вот этих рычагов Через которые можно запустить работу В связи человека Вам приходится тыкать наобум Когда вы знаете систему психотипов, когда вы знаете основные рычаги, которые есть в психике человека, можете через этот рычаг запустить самореализацию, самопроявление у любого нужного вам человека. И начинается бесконечная движуха. И это здорово. Для фрустрационного, для фрук-пассивного, чем хорошо знание системы психотипов? Тем, что когда вы знаете вот эти 12 системы психотипов, 12 новых психотипов, их ценности, как они друг с другом стыкуются, невротически армонизирующие потребности, вы можете находить смыслы. Можете находить смыслы для данного конкретного человека, чтобы убедить его, что ему нужно сделать то, что вы хотите. Потому что фрук-пассивные люди обычно ленивые, они любят работать сами, они любят лежать на диване, они такие философы. Но при этом, собственно, продукт, работа должна быть сделана. И если вы хорошо понимаете смыслы, которые мотивируют людей, вы можете их мотивировать не из-под палки, не какой-то психопат через страх, а через глубинные смыслы, которые подтолкнут, заставят заметировать человека, делать то, что вы хотите, и то, что принесет вам нужный результат, а человеку даст те смыслы, которые ему нужны. Я вот сейчас описал систему психотипов на 12 разных языках, апеллирую к 12 разным ценностям. И оцените, что из этого вас зацепило, на что вы срезонировали. Если у вас что-то срезонировало, кнопочки ниже под этим видео, пожалуйста, регистрируйтесь на мой онлайн интенсив, онлайн марафон. Это будет не какое-то там продающее мероприятие, нет. Это будет прям мясо. Там будет очень много контента. Семь дней. Каждый день по нескольких часов. Я буду там выдавать огромное количество контента. И вообще знаком с системой психотипа в моей системе обучения начинается именно с ознакомлением этого марафона. Без ознакомления с этим марафоном переходить дальше к первому, второму, третьему, четвертому модулю бессмысленно, бесполезно. Потому что в этом марафоне я выдаю самые главные, самые основные идеи и фишки, на которых строится потом дальнейшее обучение. То есть это марафон, который реально расширяет вашу карту, взгляд на мир, ваше понимание себя, окружающих, того, как можно взаимодействовать, того, как можно реализовывать себя. Потому что вот этот вопрос, как соблазнять эффективно, это просто то же самое. Потому что каждый из нас психотипов ведется на свое. Каждому из нас психотипов нужен свой ритуал ухаживания, для того, чтобы он и она, собственно, проснулся, пробудился и вас заинтересовался. Если вы будете применять человеку не тот рычаг, который на него работает, это будет, ну вот как я там за ней бегаю уже 3 года, или за ней бегаю 3 года, а он меня игнорирует. Значит, вы применяете не тот рычаг, не тот инструмент, который на этого человека будет действовать. Поэтому вам нужна система психотипов, чтобы понять, а вот какой вот рычаг человек, а так вот джинс, и, собственно, поднялась вот эта бочка, и покатилась туда, когда вам нужно. То же самое, а как понять себя? У каждого из вас есть рычаг, которым вы действуете на окружающем мире. Есть какая-то ваша суперсила. Если вы суперсилу не знаете, не понимаете, у вас как раз будет в это состояние, что воля, что неволя, все равно, почему мне не нравится, то, чем я занимаюсь, там, бла-бла-бла-бла-бла. А когда вы понимаете свой рычаг, вы можете найти такое занятие для жизни, в котором вы будете кальфовать. Я свой рычаг знаю, я свой рычаг нашел. Я проповедник. Я тот, кто умеет упрощать, я тот, кто умеет делать сложные вещи очень простыми и очень понятными людям. Я этим занимаюсь уже 20 с лишним лет, и, в общем, я от этого получаю большой кальф, большое наслаждение. И когда, собственно, вы понимаете себя, когда вы понимаете свои сильно слабые стороны, когда вы понимаете свой рычаг, можете найти такое занятие для жизни, такую работу, или там, не скажу работу, но занятие для жизни, от которого вы не будете выгорать, которое будет вам интересно, которое будет приносить вам достойный доход. Ну, я же не буду говорить, что я там свой первый миллион долларов давным-давно заработал. Так вот, если вас на самом деле интересует найти вот такой вот рычаг в себе, в других людях, понять, как вот делать, есть вот эти рычаги, через которые можно воздействовать на людей, я приглашаю вас на мой средневный онлайн-марафон «Люди на ладони». Информация о марафоне находится ниже под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылочке прямо сейчас. Если у вас есть какие-нибудь друзья, приятели, знакомые, которым тоже была бы интересна эта тема, поделись, пожалуйста, с ними этим видео, потому что они будут вам благодарны. Что очень классно, когда ты понимаешь себя, когда ты понимаешь других и строишь общение не на том, что ты ломаешь другой человек или как-то там делаешь пакость, а просто ты знаешь, вот где у этого человека кнопка, на которую нужно нажать, чтобы он сделал нужное действие. Опять же, вот как делал у психопата через силу, если делал постоянно через силу, ну, кнопка либо ломается, либо, в общем, она начинает давать обратную связь, но начинает бить обратно в морду. А когда владеет системой психотипа, вы можете нажимать на такие кнопки, которые люди у себя просто не замечают. И поэтому они не могут этому противостоять. И общение получается очень мягкое, очень экологичное, то, что вы воздействуете на человека наилучшим для него образом, для достижения своих целей, самым экологичным образом и для вас, и для другого человека. Получается, ситуация выиграл-выигралась. Получается, ситуация вин-вин. Все эти скандалы, истерики, рукоприкладство, ругань, мордобой и прочее. Чего происходит? Из-за непонимания вот этих рычагов, из-за непонимания, как можно на самом деле эффективно воздействовать на другого человека. И система психотипов дает ответ на этот вопрос. С теми психотипов дает в том числе ответ на вопрос, а что и как нужно сказать в конфликт человеку, чтобы человек просто рассыпался, чтобы он вообще ничего не мог сказать. И у каждого 12 психотипов есть такая точка, нажимая в которую он просто рассыпается, он ничего не может в конфликте сделать. Ну и, собственно, такое термоядерное оружие. В общем, я его не рекомендую применять, потому что, если его применять, то обычно отношения с таким человеком портятся практически навсегда. Ну, в общем, такая огромная дубина, ядерная бомба в системе психотипов тоже есть. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Если вам понравилось видео, нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк. Поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления, когда на моем канале будут выходить новые видео. Подпишитесь на мой канал, потому что я планирую выкладывать для вас регулярные новые видео, потому что мне нравится делиться с людьми новыми информациями, новыми инсайтами, новыми идеями. Это, наверное, одно из моих призваний, один из видов моего призвания. Так что, как найти свой талант, то же самое. Нужно понимать, какой у вас есть рычаг, потому что из вас в окружающий мир торчат рычаги. Если вы эти рычаги не знаете, на них как раз люди будут нажимать и добиваться от вас нужного поведения. Когда вы с собой эти рычаги знаете, вы можете их подстраховать. Вы понимаете, что в этой ситуации, если меня будут возиться таким образом, скорее всего, меня продавит ли, мне будет плохо так. Как я могу подстраховаться? Вы можете, собственно, защититься, когда вы про эти рычаги, которые торчат из вас в сторону, ничего не знаете. Знающий будет играть на вас как на пианино, вы не сможете этому противостоять. А система психотипов дает понимание, как можно на других людях играть как на пианино. И как защитить себя, чтобы на вас как на пианино не играли. Так что, если вам эта тема интересна, регистрируйтесь на онлайн-марафон по кнопочке под этим видео. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вы еще на мой канал не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Потому что мой канал про то, как быть счастливым, везучим, удачным человеком, кайфовать в своей жизни, зарабатывать много денег и быть настоящим везунчиком, удачным достигатором, у которого в жизни все легко получается. Это можно сделать, это можно сделать легко. Как это можно сделать? Собственно, я рассказываю о моих семинарах, курсах, тренингах, коучингах и так далее. Ну и частью информации, то, что можно передать быстро, просто, легко, делюсь подобным видео. Так что, нажмите на кнопку лайк, регистрируйтесь на марафон и, надеюсь, до встречи на марафоне. Буду очень рад вас там видеть. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт www.pailaterakolesov.ru И да пребудет с вами сила и любовь. Я в вас верю, у вас все получится. Счастливо!